Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на встрече в рамках цикла «Новая сцена Александринского театра. Повестка дня». Эта встреча проходит в рамках фестиваля Дягилев «Постскриптум». И мы счастливы, что сегодня на нашей сцене будут беседовать композитор Леонид Десятников и дирижер Теодор Курензис. Спасибо вам, что пришли. Спасибо. Во-первых, Курензис. Я настаиваю на этом. Он аутентист. Он правильно мне верится. Мы сейчас с Леонидом так повидались и спрашивают друг друга, о чем мы будем беседовать. Мы решили начинать так нашу беседу. Работает. Я могу, конечно, взять так, но… Можно его выключить? Работает. Слышно. Давайте… Я боюсь. Да, можно его просто взять. А как он снимается? Спасибо, дорогой. Спасибо, дорогой. Давайте начинаем нашу беседу. Так. Давайте вопросы. Будем отвечать на вопросы. Отлично. Вы решили так, с этого. Сделать ход конем. Ну что, я думаю, что есть вопросы… Я могу задать первый вопрос? Да, конечно. У меня есть какая-то привилегия, да? Можно? У вас, безусловно. В сентябре я, как и почти каждый год, в течение уже лет, наверное, десяти, я был в Греции. И немного путешествовал с моими друзьями, некоторых из которых ты знаешь. Мы двигались, заночевав в метеорах, мы двинулись через волос в сторону горы Пилион. Прекрасно. И я хотел тебя спросить, помнишь ли ты… Это очень личный вопрос. Помнишь ли ты Лицию Калафати? И не хотел бы ты немного рассказать о своих каких-то самых ранних, может быть, контактах духовных, творческих в Греции. Потому что это немножко за пределами наших знаний о тебе. Ты знаешь, что этот дом, в котором ты бывал, что он сейчас… Его можно снять, он не принадлежит никому из тех, кто имел к этому отношение какое-то родственное. Нет? В доме Калафати? Да. Я вообще один раз был только. Да. И видел два раза. Поэтому я не… Не можешь, да? Не могу много сказать. Потому что… Я помню, это была женщина, которая… Такая породистая женщина, которая инициировала как мини-менценант, что-то такое, если не ошибаюсь. Вот это, что я помню. Я помню, однажды в ее доме как раз я слышала Ангелину, когда она играла. Она делала такие вечера, где играли люди. Но я могу сказать одно. Но я помню, другой дом, Хаджи Никоса, там в Пилеон, где, в принципе, встречали Калафати, Ангелину и все это. Хаджи Никоса, он до сих пор жив. Он мой педагог. Он как-то… И, в принципе, он мне сказал «Мусина», и я приехал сюда. Это человек, который невероятной глубины образования. Он такой гуру. Он был учеником Эдвин Фишера, Хиндемита, Карла Орфа. Он, в Судово-Инне время в Сальцбурге был и в Германии. Это первый, который, в принципе, с Ханс Росбаудом и с Харман Шерхеном делал все эти выдающие в исполнении Шенберг-концерты. У Декабоонтский музыку в Калкота от Криво. И я, когда фил он в трубках, он был создавлен на мусины с другими мыслями. И заключался много людей, а также много семинарами. И, в принципе, он очень ненавидно. Там был летний фестиваль в Хортон, с Леной Ревичем, например, мы там встретились с этими ребятами. И приходили разные оркестры, я тоже играл в оркестре, мы все вместе встречались, меняли идеи. Это очень прекрасный период, в моей жизни. Очень счастливые годы, когда ты не знаешь, чем ты будешь, потом всё вероятно. И очень красиво, когда с другими молодыми людьми можешь что-то делиться. Вот это я могу сказать, пильо для меня это хорто, вот так называется. Хорто значит по-русски трава. Вот вы там каждый летом сидели на траве. Но вообще для тебя сейчас это важно. Вот те впечатления, которые были, возможно, в подростковом возрасте, это является сейчас частью твоей внутренней жизни. И вообще болезненный для тебя это вопрос, то что ты сейчас русский музыкант, фактически. есть какое-то в этом что-то, какое-то невротическое к этому отношение или нет? Или это абсолютно спокойно? Я не знаю. Мне кажется, на самом деле я мало изменился. Я до сих пор ощущаю себя подростком. И когда-то, когда мне сложнее удаются вещи, которыми удавались, когда мне было 16 лет, я пугаюсь. Потому что, помнишь, что Орсон Уэллс, говорили, Орсон Уэллс была такая самоучка, которая удалось сделать самый выдающий фильм современной эпохи, «Ситизен Кейн». Делал, не знаю, 22 года, сколько ему было. А потом он сказал это потрясающее слово, говорит, когда я ничего не знал, я был молодым, ничего не знал, у меня была эта невероятная наглость. Потом, когда начал познавать, начали препятствия в креативности. То есть иногда знание, конечно, как важно его приобрести, но очень важно ее, очень не полезно ее так бережно удержать. То есть артист должен забивать. Поэтому иногда я ощущаю какие-то вещи, что не говорю «да» сразу, не говорю «нет» сразу. И это меня пугает немножко. Естественно, я понимаю, что старость, когда приходит, и мудрость, это есть очень важные, как сказать, очень хорошие плоды могут тоже привести. Но все-таки вот эта влюбленность, которая есть у подростка, это основная энергия, которая может изменить мир. И, мне кажется, для наших дел с собой влюбленность, это влюбленность именно как существование или как отчувствие, да? Это самый основной момент, который мы чувствуем в музыке. Окей, спасибо. Я немножко озадачен. Мне надо прийти в себя, и, может быть, кто-то задаст еще вопросы, я потом еще чего-нибудь спрошу у тебя. Если у вас есть вопросы, я подойду к вам с микрофоном. Здравствуйте. Я хотела спросить, вот вы сказали, когда ты подросток, ты не знаешь, что с тобой будет в будущем. Вот сейчас вы уже как бы по сравнению с тем, что вы подросток, вы знаете, кем вы стали, что вы есть. Как вы сейчас смотрите на будущее? Что вы знаете о своем будущем? Я имею в виду творческое будущее, конечно. И можно ли что-то о нем знать? И нужно ли? Спасибо. Спасибо за вопрос. Мне кажется, что я не знаю, кто я есть и что я буду. На самом деле, если мы знаем, кто мы есть, не стоит больше жить. Game over. Поэтому жизнь не это, чтобы мы познали, кто мы есть. Поэтому через то, что мы делаем, ищем себя. В этом цивилизации может нам кто-то признать как хороших. В другой цивилизации мы будем плохими. Зависит от организации и цивилизации, и какие химические реакции мы можем через наш творчество делать. Как дальше будет? Вообще вопрос, если будет Земля через пару-три года. Если смотря на события, кругом оглянуться, я вообще не очень, ну, такой, я, как назвать, очень хорошо информированный оптимист. Ты смотришь в будущее с осторожным пессимизмом. Теодор, вы один из последних или последний ученик Ильи Мусина. И вот нет Ильи Мусина, а вообще есть понятие русской дирижерской школы? Вот раньше действительно он был этим центром, сосредоточением ее. Сегодня где она сосредоточена, по-вашему? И вообще есть ли такое понятие? И аналогичный вопрос к Леониду Аркадьевичу по поводу композиторской школы. Вот недавно в Фейсбуке кто-то опустил такой вопрос. Назовите лучших наших российских композиторов. Ну, в основном называли две-три фамилии. Одна из них Леонид Десятникова. Леонид Аркадьевич, где наша русская композиторская школа, по-вашему? Где она прячется? Где ее центр? Спасибо. Сначала про композиторскую школу или сначала про дирижерскую школу? Нужно писать музыку, потом испанять. Окей. Этот вопрос задал кинокритик Антон Долин в Фейсбуке. И я не без некоторого удовольствия читал комментарии. Композиторской школы, по-моему, нет. Была когда-то, я не знаю, франко-фламандская школа. Школа, то есть это была музыка той эпохи, когда можно было говорить о каких-то жестких правилах и до некоторой степени поточном производстве музыки, просто потому что правила были очень жесткие. Но сегодня композитор – это самая индивидуалистическая профессия, какую только можно вообразить. Если вы хотите утвердить свою самость, вы не должны принадлежать никакой школе, Оля, если вы композитор. И это просто какое-то враждебное понятие. Это, может быть, я не знаю, школа могла быть в эпоху китайской культурной революции в Китае, но это что-то такое, что предельно индивидуально. Я думаю, что нет русской композиторской школы. Вернее, она осознается, может быть, постфактум. Мы говорим, допустим, о русской композиторской школе 19 века, и то условно. Нам свойственно о пастериоре объединять какие-то вещи. Мы говорим о могучей кучке. Если присмотреться к ней повнимательнее, то могучую кучку нельзя назвать школой. Это все-таки было некое довольно хлипкое, неустойчивое содружество некоторых людей. Но я думаю, что школы нет. Мне кажется, Теодор на аналогичный вопрос ответит примерно так же. Когда говорим школы, мы разрумливаем категории музыкантов, которые между ними много обсуждения. Я правильно, если я понимаю. Это можно, это такой спорный вопрос для композиторов. Это очень грубо разбирать композитор. То есть все люди одинаковые, если они говорят тот же язык. Но все люди индивидуальные и разные. Естественно, у всех есть два глаза, язык и две уши. Но каждая индивидуальность. Поэтому это очень грубо сказать. Российская школа или Венская школа. Это как-то грубовато. Например, какое отношение имеют Шенберг и Альбанберг? Почти никакое. Это совершенно другие композиторы. Но это не так, в принципе, важно. Я не хотел бы обсуждать это. Я хотел бы по поводу дирижеров сказать следующее. Мне удалось, и я был счастлив учиться у этого великого мастера, у Илья Мусина. Это вообще человек, который установил, он ставил первые камни в конкретике искусства дирижирования. До этого была большая мистификация, чем определенное искусство с законами до Мусина. Он утверждал, в принципе, с книгами, с педагогикой вот это. Но я тоже хочу, в свою очередь, сказать, на самом деле я верю в мир без политиков и без дирижеров. То есть вот этот мир прекрасный, гуманистический, где само все совершается. И самое идеальное — это мир без исполнительного вообще. Когда мы просто смотрим на музыку, и она играется. То есть ты не должен настраивать инструмент. Вот это самый идеальный мир. На самом деле дирижерское искусство очень молодое искусство. Сколько? 180 лет? Только. А музыка — два миллиона лет. Может быть, и больше. Я так условно сказал номер. Вот если какой-то инопланетянец придет сюда и будет ходить на какой-нибудь наш концерт, он будет смеяться, кажется. Какие-то люди сидят что-то, издают какие-то звуки в разных частотах, и какой-то сумасшедший двигает руки. Еще держит палечку и одевается как… Вот это будет… Если, как сказать, отступиться от знания, что мы это знаем, и смотреть — это какая-то смешная очень история. И я спорю с вами, что большинство людей, которые ходят в залах филармонических, они вообще не знают, зачем нужен дирижер. Они думают, если красиво двигается руки, ты хороший дирижер. Они так думают. В общем, может быть, лучше, что так думают. Но, на самом деле… Проблема «пырамиды» и «власты», здесь можно углубиться на эту тему и увидеть какие-то вещи. Особенно мне, в принципе, волнует, потому что я считаю, что музыкальная система очень сильно страдает. И виноваты за это дирижеры. К сожалению. То есть, естественно, каждый государственный народ заслуживает своего правительства. но, вы знаете, вот я иногда хожу в каких-то оркестрах, и сразу я вижу, есть ли их главный дирижер хороший или плохой от оркестра. Они отражают сразу личность человека, который, в принципе, правитель. Ты имеешь в виду человеческие качества? И музыкантские, и человеческие. Есть, например, какие-то коллективы, где люди интересуются, как сказать, уточнить вещи, делать творческие встречи, определить для себя, почувствовать и погружиться в музыку. А есть другие, которые интересуются только для сплетни, только кому-то, кому-то, чтобы плохого сказать, какую-то гадость сделать для другого. И, к сожалению, большинство из музыкального системы это так. Давайте будем положить руку в сердце. Это люди, которые купят абонементы, большие абонементы, дают больше концертов, чем нужно для человечества, поэтому человечество пристает ценить этих концертов. Возможно, представляете, что женщина, которая рожает каждый день, а не 9 месяцев беременности, будет умирать ребенок и будет говорить, ну ладно, завтра другой будет. Вообще даже плакать не будет. Это так. Представьте вот это, что человек, женщина, рожает каждый день. Естественно, если играть концерт каждый день, после какой-то момент перестают все переживания. Это человеческий фактор. Ты не можешь испытывать каждый день первоначальное переживание. То есть влюбиться каждый день с другой женщиной, это звучит очень заманчиво и хорошо. Но насколько ты можешь влюбиться и погружиться в это, как сказать, переживание, это невозможно. Поэтому нужно какое-то время, чтобы человек пришел на его правильный строй и перейти. Естественно, и музыка нужна не так. Поэтому большая проблема сейчас в качестве, и количество, и качество. Зрители непонятно почему ходят, но понятно, всегда мы знали, что в классическую музыку ходит, как сказать, буржуазный класс. И даже вот в XVII веке, когда музыка была только для избранных, они ходили, чтобы показать свои изящные костюмы и так далее, так далее. В принципе, и люди писали музыку для этого. Естественно, это существует и сегодня. Если какой-нибудь музыкант, который олигархи очень любит и дорогие билеты, естественно, нужно ходить там, потому что это будут ходить все. Естественно, есть и другие люди, которые падают в эту ловушку внушения. Если, например, порекламировали какое-то имя очень многое, мы видим и уже начинаем положительно на это смотреть, потому что у нас есть эта информация внутри, она работает. И наоборот. Что я хочу сказать. Представляете, в таком мире, где оркестранты выходят на сцену, им вообще, честно сказать, пофигу. Искусство и мечты и так далее, так далее. Ты не можешь употреблять в музыкальной беседе слова влюбленность, мечты, радость, счастье, любовь. Такие слова нельзя. Они подумают, что или ты чокнутый, или ты просто непрофессиональный. Есть большой табу, в принципе, на настоящие основные вещи, которые каждый переживает человек. Естественно, придется делиться с этим переживанием с людьми. А как? Если мы не можем говорить правду друг другу. А если люди, которые играют, они не хотят погружиться. Они думают, когда закончится эта репетиция, и сколько я получу в месяц. А в Мюнхене и в разных городах послушайте любимые разговоры музыкантов. Какую машину будем купить в конце сезона? Это из лучших разговоров. Кто виноват? Кто убил классическую музыку? Вы и убились. Да. Дело в том, что каждый из этих людей, если отдельно взять, поговорить и с искренностью, увидите, что у него есть этот человек, есть артист внутри. И даже самый испорченный музыкант есть. Вот этот поэт-романтик есть внутри у него. Но когда они собираются в стадах, все эти люди, сработает вообще массовая психология. И приходит этот человек с этой палкой, который, в принципе, манипулирует на его долю, как нужно. Кто-то лучше, кто-то хуже. Вот этих течениях между людьми. Поэтому и как-то очень страшно жить в таком мире. Иногда я играю в видеокассет в период, на фаст-форвард в моей голове. И я вижу такие достижения в таких больших оркестрах, в больших организациях. И мне становится страшно. Страшно. Как страшно воняет эта столовая в больших феномонических немецких домах. Знаете, ходишь внутри, так идёт эта свинина из столовой. И пиво. И гендиректор рядом. Вот эта комната. Тяжёлая история. И это динст. Или советская столовая тоже, тоже хорошая. Мне очень, очень страшно, в принципе, всё это. А мне нужно другое. Мне нужно с вами сидеть и говорить о музыке. И нужно делать сколько я могу делать, но так, чтобы это было симпатично между нами. Боюсь вот этих, очень сильно боюсь. Будущим. Вообще, если честно, я говорю Лёне, я с удовольствием поменял бы вместе с ним. Вместе с ним. Я начал как композитор тоже. И я считаю, что это единственное великое счастье создавать эту музыку. Из-за того, что Лёня тоже исполнитель, я это говорю. Создавать музыку. Даже если никому не нравится, а тебе нравится, это великое дело. Можно ещё о дирижёрах немножко поговорить? Или тебе эта тема отвратительна? Да. Да. Немножко отвратительно. Ну, давай. Ну, смотри. Ну, ты сейчас прекрасно описал дирижёрскую профессию как некую индустрию. И мы очень хорошо себе представляем дирижёров. Их огромное количество. Тех, которых Стравинский называл экспертами самолётных расписаний. И, в общем, ясно, как эта индустрия функционирует. С другой стороны, есть ты, который сначала в Новосибирске, а теперь в Перми создал из ничего вокруг себя некий оазис, некий парадиз. Но всё-таки ты выходишь время от времени за пределы этого парадиза, потому что у тебя есть какая-то иногда, может быть, не так часто, но, к счастью, работа за пределами Перми. До какой степени ты компромиссен? Ты способен на компромисс? Хотя ясно, что тебе этот мир враждебен, но всё-таки с кем-то ты иногда договариваешься о чём-то. Если тебе этот вопрос неприятен, можешь не отвечать на него. Нет, как раз это неприятный вопрос самый интересный. Я очень честно отвечу. Я делаю концерты с большими оркестрами, с большими операми за границей только за одной причиной. Потому что мне нужен этот статус, чтобы я мог рассказать то, что я хочу рассказать. Как сказать? Это такие дружбы, которые тебе надо будет, когда ты будешь защитить свою собственную родину. А моя родина, в принципе, не имеет друзей, как вы знаете. Ни спонсоров, ни банкиров, ничего. Мы как-то существуем сколько лет в провинциях и так далее, и так далее. Когда я делаю какую-то большую работу, например, с Ковенгарденом или с Виенской филармоникой или с какой-то оркестром, это нормализует моё имя в таком степени, чтобы я мог преповедовать то, что я хочу преповедовать. Потому что по-другому буду маргинален. То есть люди не услышат то, что я могу сказать. А так услышат. То есть лучший анархист – это тот, который имеет возможность подняться в власти, чтобы разрушить, а не просто кидаться ко мне из окна. Понимаете, о чём я говорю? Надо вступить было в коммунистическую партию, чтобы разрушить её изнутри, да? Или в партию «Единая Россия»? Нет? Как ты знаешь, я важный член обе их фракции. Ещё хочу вам сказать одну вещь, очень важную. Я на самом деле в этом неприятном вопросе есть какая-то очень приятная нота. Я счастливый человек. Вы знаете, я езжу в Сальцбурге или, не знаю, в Берлине или там в людских залах. И просто придётся мне писать адрес, где я живу. Я пишу «Лесная-2», вот это мой адрес. «Лесная-2», деревня Демитково. У меня соседа только лиса одна. Куница, которой её зовут Люся. Вот Галя, вот другая моя соседка. Вот, в общем, сложности десять людей и пятнадцать животных там живут в этом деревне. И оттуда мы можем, в принципе, и люди, в принципе, мы живём там, организуем нашу мечту и можем, в принципе, сколько нас позволяют сказать нашу правду. Это прекрасно, это такое счастье. Вы знаете, я до сих пор не устал. А я вижу другие коллеги, которые, они очень устали. Устали от всё это. То есть, это вот одна кассета, которая играет всё время и повторяет. А у нас интересно, там повтора нет. Мы не знаем, сколько могут нас уволить завтра. Откуда знаешь. Это на самом деле интересно. Интересно. Счастливые люди. А мой друг Виталик, вот этот лисый человек на второй ряд, выдающий хормейстер Виталий Полонский, он вообще сказал для меня самые интересные вещи. Если вы хотите, надо спросить его, он вам скажет. Он сказал, Теодор вообще хитрый очень. И он прав. Ну, почему? Все дают этот вопрос. Почему ты не живёшь в Париже? Почему ты в это там, в Перми, в какую-то деревню всё время? Почему? Он говорит, потому что он хитрый. Ну, вообще, Демитково я там был один раз. Это одно из самых прекраснейших мест на Земле, по-моему. Я редко видел что-либо подобное, равное по прекрасности. Я очень благодарен Теодору, что он меня представил. Спасибо большое. И Теодор не договорил по поводу хитрости. Те лишения, которые действительно бывают у нас, мы ограничены, ну, большинство музыкантов, которые живут в России, они ограничены и средствами, и возможностями. Кто был в Перми знает наши площади, что у нас практически негде репетировать, нам балету негде танцевать. Потому что начинают из одной кулисы и заканчивают в другой, как бы даже публика не успевает заметить. На самом деле это очень сложно. А в чем хитрость? Почему Теодор идет на… По моему мнению, это мое субъективное мнение, но мне кажется, что Теодор согласился со мной. Он готов терпеть эти лишения, потому что те фрагменты творческой жизни и биографии, которые он делает, это записи, это спектакли, которые тоже бескомпромиссные, абсолютно бескомпромиссные. И тебе даже, извините, вы не ответили на вопрос, насколько вы можете идти на компромиссы. По моему, он вообще никогда не идет на них. Редкий случай, когда с чужими коллективами с нами, он не идет на компромиссы. Так вот, хитрость заключается в следующем, что Теодор ощущает миссию, и он не гонится за тем успехом, потому что успех можно приобрести очень быстро. Съездил на гастроли, показал виртуозный оркестр, замечательный хор, но не в этом задача и не в этом счастье музыканта. А счастье музыканта – это сделать что-то недостижимое, и именно ради этого можно сидеть в Перми, делать очень большое дело, очень тщательно, не по расписанию западноевропейскому. А в этом его хитрости, он знает, что он войдет в историю именно вот этими событиями, а не очередным чёсом по Европе. Поэтому, Теодор, я благодарен тебе за то, что ты ощущаешь свою миссию, ее так несешь, и у меня есть счастье быть рядом. Спасибо большое. Слушая вас, возникает все больше и больше вопросов, но задам я только два наиболее волнующих меня. Первый простой – планируете ли вы потом преподавать, а второй сложный и, наверное, немного личный. Он волнует, скорее всего, всех подростков, всех людей, которые пытаются найти себе место в жизни. Вот скажите, когда вы почувствовали, что музыка, дирижирование – это ваша миссия, предназначение? Спасибо. Первый вопрос. Начну с второй вопрос. Мне кажется, что у каждого человека есть своя миссия. В чем-то есть своя миссия. Просто нужно правильно найти подход. Правильно объяснить, найти эту чистоту, когда это все совершается. Я считаю, что проблема и вот этот невроз, в принципе, совершается, когда мы не правильный подход находим на то, что мы делаем. Музыка – это то, что я больше… Это мой язык. Поэтому есть моя миссия. Но если, например, был декоратер, например, мне кажется, была бы моя миссия вот эта, если мой выбор был декор, моя миссия была бы эта. Поэтому я хочу немножко упрощать вот эти громкие слова, которые я все время признашу миссией и так далее. На самом деле, вся история, в которой мы живем, это история мальчика и девочки. Это история двух людей, которые создают все окружение. Это какая-то галлюцинация. Это такой драма Джо Козо. Мы все делали три оперы Моцарта, но об этом это. Это веселая драма нашей жизни. Поэтому надо найти вот этот подход. Мы берем эти роли, которые у нас есть. У каждого есть такой первый ролл, у кого-то есть второй ролл. Но не факт, тот, который берет первый ролл, что он хороший. А тот, который берет какой-то маленький ролл, может быть просто гениальный. Главное, чтобы мы правильно исполнили нашу партию здесь. Кто-то на тубе, кто-то на пикольке, кто-то на скрипке. Мы должны играть правильно. Вот это, в принципе, у всех есть своя миссия. И я верю, что этот мир не может существовать без одного из нас. Нет ничего случайного. В этом мире. Первый вопрос был преподавание. Преподавание. Когда-нибудь заниматься этим. Я способен в этом. То есть я могу передавать информацию. Потому что то, что я делаю, в принципе, с оркестрами, это такой вид преподавания. Вот Виталий, опять, можно вам сказать, он мне знает 15 лет. Работает со мной каждый день. Можно сказать. Как-то вот эти люди, они начинают, потом думают, как я. То есть умею как-то, мне кажется, давать не пример, а открывать какие-то двери в каждом человеке. Но, на самом деле, знаете, что я хочу сказать? Я не люблю систему образования. Кто хочет взять какой-то совет, я могу в театр просто дать какой-то совет. Потом, я не считаю, что я кто-то, что я буду преподавать и учить других. Кто я такой, чтобы учить других? И как-то я же прав и буду мою правду убедить других. Я просто вопросы задаю через мою музыку. Это какая-то моя правда. Но они опять задаются, как у Платона, с вопросами. Поэтому, как-то я чувствую... Я помню один раз, в Московском консерватории, я делаю как-то мастер-классе, и приходили какие-то люди, такие с пальками, с галстуками. Я говорю, «Первый урок». Прыгает на сцену отсюда. Была сцену отсюда, отсюда прыгает. «Как?» «Через лицу?» «Нет». «Сколько тебе лет?» «Двадцать». «Ты не можешь прыгнуть?» «Могу». «А почему не прыгаешь?» «Потому что не принято». Я говорю, «Искусство – это то, что не принято». Не то, что принято. Тоже не делать какой-то шаг, когда ты не можешь себя удивить. Никак ты не удивляешь, не будешь удивить никого. Будешь репродуктор звуков. Поэтому, мне кажется, чтобы учиться других людей, нужно просто их помочь, чтобы они нашли изуминку своего личности, костяк. У каждого есть что-то интересное в личности. Они просто… Мы это не замечаем. Когда мы это осознаем, тогда что-то интересное начинается. Плододворье. И когда уже это становится клише, нужно закрыть эту дверь и открыть какую-нибудь другую. А вы, мой дорогой друг, вы устаете от себя? Я ложусь спать тогда, когда я устаю. Это может быть и днем, и утром. Мне жаль, что ты так отрицаешь образование вообще. Ты сказал, ты против образования. Но все-таки согласись, в консерватории, может быть, преподаватели – это не главное. Но там есть всегда какая-то движуха, какая-то жизнь на горизонтальном уровне. Не так важен процесс общения, может быть, с преподавателями, как то, что происходит между студентами. Включая очень тесное общение. А ты преподаешь? Я не преподаю. Нет, но я отдаю отчет в том, что в консерватории мне было приятно время от времени находиться. Я не отрицаю консерваторию. Бывают гениальные педагоги. У меня был гениальный педагог. Бывают потрясающие люди, которые имеют способность открывать других людей. Я себя не считаю просто… Я считаю, вот, вы знаете, я пользуюсь методами нетрадиционной медицины, скажем так. Как сказать, это преподавать официально этих людей – это больше мистификация, то, что я занимаюсь, чем конкретные законы. Я могу помочь существенно каких-то людей через… Просто… У меня были люди, я занимался разными. Всегда бесплатно и всегда без… Если я могу что-то от себя дать, я считаю нужным, что… А подготовить людей, чтобы пошли экзамен, давать и так далее… Я бы это не хотел. У меня все время снится страшный сон, что в восемь часов я должен проснуться и пойти в школу. Просто у меня кошмары до сих пор снится. Я маме говорю, мама, можно не пойти в школу? Ты мне все научишь здесь дома. Нет, мальчик должен пойти в школу. Ну почему? Я помню однажды, у меня учительница… Я в первый класс пять лет. Я был четыре на такой… Пришкольный год. Учительница говорит, Теодор, рисуй. Я сидел… Я был очень такой… Меланголичный ребенок, смотрел на одну точку. Теодор, рисуй. Я смотрю… Не хочу. Почему не хочешь, мальчик мой? Нет у меня вдохновения. Рисуй, сказала. И в какой-то момент я сказал, все, не буду рисовать. И потом она звонит мою маму и она смеялась, потому что, как она утверждала, я ей ответил следующее. Знаете, не давите меня, потому что я маленький ребенок. И если слишком будете давить, когда я вырос, у меня будут психологические проблемы. Слышать. 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 Пела такая история. До сих пор мне снится кошмаре, Илья. Ну, ты не принадлежишь, ты не принадлежишь к тем людям, которым снится, что им опять надо идти в армию. А мне иногда снится такой сон. ну как ни странно я очень часто когда находился в депрессивных моментах моей жизни сейчас в последнее время я говорю я бы хотел бы в армию идти серьезно нет тебе не нужно это советская армия тебе точно не нужна армия она везде одинаковая не нет нет почему почему писать стихи в армии музыку читать хадис там это с мальером ночью очень романтично скажи пожалуйста вот завтра будет дон джованни в концертном исполнении а вообще у тебя есть потребность в том чтобы это был спектакль ты уже делал спектакль 1 я знаю он признан не очень удачным да и ты не очень был доволен обстоятельствами всякими производственными этого дела вообще тебе нужен дон джованни как спектакль может быть тебе нравится спектакль селларса с двумя афроамериканскими артистами какие у тебя по этому поводу и соображения не я честно сказать хотел бы делать такой спектакль просто что я хочу сказать что это им дон джованни который я делал сейчас валентина караско это потрясающе дон джованни прости где делал с валентина караско впервые а вот будем показать золотой маски но я должен сказать следующее ставить эмоции это очень сложно потому что он ставит все сам все он все делает сам с музыки настолько тонкая ты не можешь делать не дает тебе пространство поэтому концертное исполнение ты увидишь завтра дай бог здоровья что тебе тебе не ты не будешь хотеть сцену они естественно двигаться немножко артисты потому что нельзя с речитатива просто так пить или не имеет значения нужно как-то застекулировать но это мне кажется самодостаточный музыка музыка самодостаточна но при этом я очень люблю эксперименты я люблю как сказать входить в этом поиск искать хотя я знаю что я например не видел ни один как сказать постановки оперы моцарта который я мог сказать что они в уровне музыки это очень это так сложно я понимаю всех почему все гениальные решеры боятся моцарта я могу это понять а по поводу наш дон джованни по мосту это был наш дон джованни тогда был руководитель я не несу никакой ответственности мне кажется что было очень славные времена и бы делали очень хорошую работу я опять я считаю что мы делали такую удивительную работу я могу сказать два слова мы хотели делать такой тренинг к аутентичному исполнительству музыкантов большого театра который когда лёня возглавляли театр он был художественного в течение месяцев делали учебы музыкантов приемов при этом мы говорили с лёня что не надо по расписанию сказать вы должны работать в таком манере как мы знаем что большинство музыкантов относится отрицательно таких мы делали такой кто хочет участвовать как опыт в этом постановке из большого состава большого театра пусть делать заявку и не взяли только только самовольных как сказать волонтеров музыкантов и взяли инструменты начали вот репетировать и начали очень тонкую работу делать решительно тонкую работу и после какой-то момент начали какие-то удивительные признаки люди забивали когда заканчивая репетиция сидели сами занимались квадратом после репетиции они создали какой-то барочный концерт начали сами хотят играть на этих инструментах это было так прекрасно я чувствовал вот такая машина такая большой театр который просто страстно приносится просто ты тяжелая тяжелая машина начало какое-то такое такое зеленое место где творчество растет и пахнет творчество и естественно я очень полюбил принципе это оркестр он был очень умным если потом мы хотели вот это с этим оркестром и продолжать разбили эти люди которые у них были энтузиазм они хотели продолжать потом нужно было продолжать но как-то лёня потом не стал и все но на самом деле это было очень никто вообще не понял они пришли все как сказать смотреть на большой театр с презрением а это нужно тогда большой театр как раз нужно было поддержку потому что делал первые по моему мнению первые шаги какой-то правильной территории когда прогрессивная территория нужно было подождать надо было большой дать подождать как маленький театр тогда такой ты знаешь есть такая работа владимир ленина шаг вперед два шага назад да оля пожалуйста я не надо мы хотим поставить что-то в перми я пока не имею права говорить больше но у нас были хорошие известия вчера да давайте нам поговорить об этом и это что-то очень здорово если у нас получится если мы можем получить принципе права автор принципе хочет надо просто получить справа и это делать и тогда будет в репертуаре да спектакль теодор я бы хотела сказать вам слова благодарности за концерт который проходил в большом зале филармонии на площади искусства полтора года назад нарекаться благодарение богу помните этот концерт и честно говоря вот по моему опыту это было такое потрясение публики что когда уже люди спускались гардероб они молчали ни у кого не было ни слов все были внутри себя и вот это ваша правда спасибо у меня есть вопрос и к теодору и к леониду а теодора все же знаешь лучше лет нет не все знаю теодор сначала леониду леонид теодор задавая вопрос относительно дирижерской школы он вспомнит своего педагога вы учились тоже в консерватории здесь в санкт-петербурге но как бы не вспомнили своего педагога если педагоги санкт-петербургской консерватории которые вы ну их помните и благодарны за то что вам ну научились ли к чему-нибудь в консерватории да у них и вы это им благодарны да я не назвал своего профессора но сейчас могу его назвать его звали борис александрович арапов но но у меня не было с ним просто особого какого-то контакта к сожалению возможно это была моя проблема скорее всего но я вот не не числю его среди тех людей которым я каким-то особенным образом обязан впрочем я признателен ему за то что он просто позволял мне делать то что я хочу как бы ну это такое нейтральное отношение оно тоже заслуживает благодарности моей но были педагоги которых я очень ценил и продолжаю ценить и с некоторыми из них я состою в дружеских отношениях до сих пор но в первую очередь я бы хотел назвать одного из аспирантов бориса арапова человека которого вы возможно не знаете который недавно скончался его звали юрий симакин он был аспирантом и он вот был чуть ли не единственным человеком который меня поддерживал в консерватории в том что я делаю но также я могу назвать людмилу ковнатскую которая преподавала мне историю зарубежной музыки арона островского преподавателя в сольфеджио ларису одигизалову которая читала курс анализ музыкальных произведений и возможно еще кого-то я бы назвал но вот это первое что приходит мне в голову то есть там были достойнейшие люди и я их очень любил и продолжаю их любить а борься в она читать знаете там были очень ну такие специальные отношения я перед ним преклонялся и это мешало мне вступить с ним какие-то более фамильярные отношения но он ко мне относился с симпатией чтобы не говорили какие-то люди которых я вам не назову по поводу там моей неблагодарности и все такое я учился у него инструментовки но уже со второго курса наверное стал просто ходить к нему в класс композиции когда он собирал своих непосредственных учеников по композиции их было не так уж много кстати тогда это было было примерно середина семидесятых годов и он был ко мне расположен например мы иногда в играли с ним в четыре руки почему-то он не 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 выбирал себе в партнеры кого-то из своих студентов опросил меня там допустим мы сидели играли симфонии гайдена я довольно хорошо читал с листа и то что он меня выделял меня очень как бы заставляла меня гордиться и все такое и да но но это это не были близкие отношения мою музыку он ну вообще едва ли так уж хорошо знал ну на экзаменах наверное но но в принципе у нас были хорошие отношения которые после консерватории конечно как-то сгладились но я должен вам сказать что он был чуть ли не единственным преподавателем композиции в консерватории которые за все эти годы вот прошедшие с момента окончания консерватории просто пригласил меня в свой класс чтобы я встретился с его студентами композиторами послушал их музыку показал что-то свое он был единственным вот таким человеком больше я в консерватории не появлялся понятно и вопрос спасибо большое вопрос теодору теодор ты в своем действии какое на тебя оказали помощь влияние твои родители и твой брат я не знаю я не думаю что оказали очень большое влияние родители всегда я был как не был такой напор какой-то я с мужики была какая-то мания которая необъяснима у меня с детства то есть мне моя мама старалась музыки если о музыке говорить а и а другим влиянием музыкальное влияние я просто не знаю это был мой а жизнь стоит там все мои действия это как бы жили на свою по сознанию я был очень странным ребенком и музыка как это был внутри был в этом по сознанию с какой-то белой сфере внутри я когда летал музыка как-то так образно поэтому какие-то влияние были но они издалека как-то была эта сфера можно задать вопрос что есть гордыня для вас гордыня это грех для меня это грех и и можно объяснить как это происходит человек просто когда неуверен для себя он через самоутверждение старается найти место существования там где гордыня и там есть язва обязательно и это разрушительная штука это у меня есть поэтому я знаю просто я могу сказать от себя я не могу судить играть других потому что для каждого человека грех другой вещь когда может быть под бутылка коньяка и чувствуется хорошо что кто-то может с одну стаканчик упасть на улице вот так и грех по-разному употребляется в организме для меня гордыня и имеется вместе когда боязни смерти когда так мнение тогда появляется гордыня это результат слабости человека они силы человека согласен с тобой добрый день ты удар я здесь хорошо меня зовут роман бонин я я французский режиссер вот как вы я из запада и работаю в россии и уже русский культур вот у меня тоже что-то общего с вами это как перми и дон жуан дон жуан то что я недавно ставил дон жуан в перми и ну что вы говорили о дон жуан ну я переживал подобного ситуации и я узнал это персонаж как космос как философ который может разрушать все наши представления о миру о морале и о догме вот его свободе и ну он стал для меня достаточно как-то большой источник перемен в себе духовный и мне было бы интересно если для вас такой человек как дон жуан тоже изменили ваше мирозрение а также как моцарт тоже дембери для меня такое человек я хотел знать если есть авторы или композитора который настолько изменил ваш вас как человека даже не как художник вот мы назвали как но жена ну что других расскажите спасибо давайте поговорим немножко дон жуана это хороший вопрос который может в принципе через дон жуана найти куда правду для себя но давайте перед того что я скажу будем обещать друг друга что мы скажем только правду и если мы что-то будем думать будем думать только правду то есть честно смотреть себя в глазах мне кажется что дон жуане есть столкновение в этом вопросе то есть правда такой вечного просто есть правда то есть вот это столкновение которые инлайтмента то есть доброго мира осознающие себя все человеческие права и все правильные течения и внутренние агрессивные силы человека который называется эротические желания которые они против установления морализма как раз вы найдете вопрос к вам вы верите что существует вечная влюбленность кто будет подсчитывать голоса поднимите руку кто верит что вечная влюбленность имей ввиду что влюбляется с одним человеком и нет потом переходит влюбленность и любовь перетрансвамируется в любви и как родственника а там ты влюблен с начала до конца до конца верите что это существует кто верит поднимет руку я тоже верю у меня есть своя теория потом есть будет время обсудим но теперь кто верит на том что влюбленность это первый этап а потом как это зрелое чувство любви другого вида берет эстафету от влюбленность кто верит в этом просто а кто верит что вообще любви не существует а прости пожалуйста питер гренуэй сказал я не верю в любовь любовь это мифологизированный секс не слышу аплодисментов в адрес питера гренуэй вот почему я сдаю этот вопрос для тех людей которые считают что следующий вопрос те люди которые считают что до влюбленность существует у всех людей но потом она трансформируется и ведет другие образы в нашей жизни как мы если наблюдаем в общем да а когда поменяет вот это образ первый образ меняется в другом образе до способность человек влюбляться прекращается или продолжается это морально или аморально заявление что ты влюбился на девушку ты женился ты ее очень любишь но ты просто любишь ее как человек как есть какие-то очень духовные ценности которые делятся каждый день а потом ты можешь влюбиться на кого-то другого вот это морализм не вы знаете морализм это извините но это не воспринимает вы аморальны это так потому что морализм сделано для идеального человека который не существует и кто не похож на этого идеального человека он пойдет в аду тот который будет этому идеальным человеком пойдет в раю вот эта простая детская проблематика в миспе морализма но джованни приходит поискать через эту столкновению свою индивидуальную правду он говорит все тут а море это все все это любовь все это любовь вообще и человек который же дает его страсть это желать счастье всем но это вот конечно носите его на очень темные полосы он может убить человека он жестокий у него нет никакого вида морализма он даже издевается на этом морализма он такой войн против морализма он может разрушить свадьбу идет разрушить свадьбу обещая маленькой девушке из что он поженится на нее зная что это но при этом это слова когда он их произносит они намного сладче и много значимы от слова ее мужа мазету то есть поэтому он выбирает выигрывает симпатии зрителей смотрите дону тавио который он порядочный вот моральный человек он вечно будет люблен дону анну он никогда не изменит ее он всегда будет и муж и отец для нее и другом и никто не любит причем поет две потрясающие арии она очень красивая мелодичная другая достаточно виртуозная и патриархальная и все ненавидят его в опере а дон джованни который начинает убивать и насиловать и это делать и все-таки это наш герой почему потому что дон джованни борется для нас права влюбленности он защищает нас интересов по сознательно поэтому мы идем за 100 на сторону дон джуана не хотели бы оказаться на его месте но когда идет опера никогда не бывает искусственно джуана ты хочешь как бы увидеть это столкновение потому что она актуальна в твоей жизни это такой вечный такой вопрос как жить без влюбленности стоит ли ликвидировать влюбленности влюбленность от бога а если да тогда почему ликвидировать на самом деле кто создал вот этих моральных законов без этих законов можем жить в равновесии то есть без смерти мы могли бы быть креативными если мы знали что мы бессмертным или было бы беспредел в нашей жизни это все такие вопросы которые однозначный ответ нет каждый вещи существует потому что есть какая-то обязательство и морализм том числе но опера вот эта магия это опера что играет очень активно в этом вопросе и каждый меняет лица и позиции сэта самое интересное что женщины большинство они не ассоцируют себе с церлин или с дона анны с дональвира ассоциируют себя с дон жуаном тоже вот это интересно но это эмансипация к этому привела я думаю во времена моцарта было иначе а ты себя конечно ассоциируешь с дон жуаном да глаза смотри мне скажи пожалуйста разве это не зависит от актера от певца который исполняет партию дон жуана вот мы то есть у него должна быть харизма мы же сочувствуем энтони хопкинсу фильме молчание ягнят правда потому что он грандиозный актер и очень обаятельный позиции да нет не так вы кажется вот обаяние актера для дон жуана не что важно раньше думали эти опинца такой прекрасный красавец не стану вышел на сцену и все женщины а вот это вот дон жуан который придет сюда димитрит для коз заболели нас андрешуэн нужно поэтому замена будет и медитрит для коза свободы пить увидите он его мне как-то 7 2 часа по лепить и он делает очень интересного дон жуана которая это нет не это красавец как сказать да но это прекрасный падший ангел тот который в компаниях говорит его там трагических историях и соблазняет девушки как бы знаешь есть такие типажи работают на материнский инстинкт да 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 друзья у нас тоже есть некоторые обязательства нам надо закончить в одиннадцать но у нас есть еще целых пять минут поэтому может быть есть счастливец который хочет задать последний вопрос теодору отлично сейчас я к вам приду теодор вы говорили о миссии художника мне хотелось бы узнать на какую жертву может пойти художник если эта жертва против морали где заканчивается художник и начинается человек окей я скажу сейчас одну историю которой она очень важна для меня когда-то я встретился в мюнхене я пил кофе с ромео кастель лучи выдающий режиссер мне поступил предложение с ним ставить орфео вредика глюка в театре ламоне в брусселе естественно я согласился вот это очень глубоко уважаемый мне режиссер у нас соединяется хорошая дружба встретились там и начал разговор он мне говорит по поводу сюжета говорит я нашел одной девушки которой она в коме она настоящая в коме то есть она не имеет никакого отношения то есть она не видит она то есть она не может двигаться не может говорить закрытыми глазами но она слушает все что кругом она просто не может активно принять вместе в коммуникации я хочу ее снять это видео как идем в этом больнице и так далее билда с одним из экранов и будет настоящая история орфея как бы спамить ее жизни фотографии и как бы если на умриоте изменится и драма вумпер если она живет мне это я это не мог принять мне сказали спустя я не могу это делать не могу придавать билеты для человека который кома это если я попаду в коме и дам согласие можете допользовать но мы не можем человек который не можем просить спросить ради искусства ведь и делать такой я это сговорил потому что я знаю что ромео иногда по моему мнению флэтовал с с падением с тьми иногда с такими острыми трагическими усиленных энергиями но мы говорили нет теодор я хочу что-то очень светлое делать как дело в том знаете вот я был на я знаю что есть выставки были выставки которые они открывали дырки на на стенах и ставили эмбрионами туда настоящий это была это была выставка современной искусства вот это я не могу принять извините я не могу принять искусство это жертва мазохист который выходит на сцене и есть в англии разные мазохисты которые приходят и начинают режут себя и так далее и говорить перформанс современного искусства вот этот мазохист он не делал никакую жертву ромс он сам мазохист поэтому это не жертва вот это на вы знаете жертва и для него это не делать это поэтому каждый показывает своим жертвами свой путь я это не принимаю а петр павленский я не хочу я не хочу обсуждать последний перформанс хороший был кстати но но я не хочу обсуждать других я хочу сказать по поводу эту историю у меня бы когда вот идет в этом острые отношения вот я говорю представляю сейчас девушка на в коме и мы подаем билеты мы делаем искусство и пьем шампанское потом мы говорим о существование души и не могу это делать и и вот я ошибся он делал потрясающий спектакль действительно очень светлый эта девушка у нее ставили наушники она слушала она была любителем музыки и слушала все время спектакль как идет и показывали очень красивые истории и на последний перформанс мне сказали они ее видели в экране заканчивала опера и они видели одну слезу как капает он ее из глаз очень очень красиво и мне в маркос хинтерхойтсер тоже говорил что они играли в интерайзе с мать я с герне и она была на первый ряд просто лежать в коме не двигаться человек который слушает мужской очень любит музыку и как-то реагирует это чувство как-то пульсирует и реагирует вот вот это почему отвечаю так я считаю что делать добро это намного сложнее чем делать зло просто из-за того что многие пользуют фальшификации доброты очень банально иногда делать что-то доброго но добро сложнее и намного более дорого ценнее чем зло поэтому есть какая-то граница который мне кажется художник должен не просто так пойти ее пересекать она сначала нужно очень много задуматься и очень много фортовать и посмотреть почему она существует эта граница то есть факт что я не ты что есть какая-то граница я не не есть ты это такой фактор который должен дать возможность исследования а какое-то другое решение человека это просто унистажать один унистажает другого и так видишь этот вопрос как великий александр он вот это большой узел разрешил до городский узел поэтому очень многие художники сейчас они так легко могут взяться и делать большие шаги для разрешения всеми великих проблем и человеческие существования на самом деле это просто что-то без жертвы это просто такой шаг в слепую а сидите границу наблюдать и бить свою голову много лет там чтобы маленький сажочек делать а это называется жертва искусства спасибо огромное спасибо за потрясающий вечер я думаю что все присоединятся мы еще раз поаплодируем и до завтрашнего концерта спасибо спасибо